Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский провел оперативное совещание с руководителями служб и организацией Ленинского городского округа. Мероприятие прошло в зале районного центра культуры и досуга. Традиционно встреча началась с награждения. Представитель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Раченко вручил нескольким представителям молодой гвардии партии «Единая Россия» почетные грамоты Московской областной думы. После чего участники совещания перешли к отчетам руководителей различных служб по итогам работы за прошедшую неделю. Традиционно повышенное внимание к ситуации с распространением в округе коронавирусной инфекции о ней доложил главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев. В прошедшую неделю у нас выявлено 311 случаев новых подражений коронавирусной инфекции. Однако выздоровевших у нас больше 395. Часть данных у нас находится под амбулаторным лечением. На амбулаторном лечении 2,5 тысячи пациентов наших жителей. Из них 400 – это пневмонии вирусные. У нас достаточно много контактов пациентов, это 400 – это тысячи из них 500 детей. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу МЧС России Олег Савченко затронул вопросы пожарной безопасности в связи с приближающимися праздниками. Необходимо определить места разрешенного запуска пиротехники в новогодние праздники. Соответственно, требованиям регламента Таможенного союза по безопасности пиротехнических изделий, установить там знаки и инструкции по мерам применения, по безопасным мерам применения пиротехники. Директор МФЦ «Мои документы» Николай Бондаренко отчитался, что за прошедшую неделю многофункциональный центр принял и обработал более 11 тысяч заявлений и поделился хорошей новостью. На прошлой неделе завершился заключительный этап областного конкурса названия «Лучший работник МФЦ Московской области». С большим отрывом победил наш работник, наш оператор МФЦ Стародворова Юлия. Она же будет представлять Московскую область на всероссийском конкурсе. Свои новости озвучила и начальник Ленинского управления социальной защиты населения Елена Гусева. Она сообщила, что в ближайшее время у муниципального центра занятости появится новый руководитель и рассказала о своей поездке в Дом правительства Подмосковья. Я сопровождала в Дом правительства Московской области нашу многодетную маму Юлию Федорову, маму пятерых детей, жительницу города Видное, которая из рук губернатора получила знак «Материнская слава». Выступавшие на собрании руководители управляющих компаний, служб и подразделений городского округа сообщили, что чрезвычайных ситуаций на территории муниципалитета за прошедшую неделю не было.